Как листья артишока отваливались одна за другой, навязанные со стороны возможности стать механиком, железнодорожником, учителем. Пока не оголилась одна возможность, неминуемая, упереться в живопись. Так сам Кузьма Петров-Водкин описывал свой путь в изобразительное искусство. Примечательно, что именно в Самаре он обрел себя и, не поступив в железнодорожный техникум, стал учиться живописи. Однако и это не было так просто. В его окружении изобразительное искусство считалось бездельем, но он сумел доказать обратное. Картины художника стали золотым фондом отечественного искусства. Большая выставка работ Петрова-Водкина впервые представлена в Самарском художественном музее. Мы очень долго готовили эту выставку, шли переговоры с русским музеем для того, чтобы сегодня показать 60 жемчужин из собрания русского музея. Мне хочется, чтобы сюда каждый день приходили студенты, каждый день впитывали новые краски, новые чувства, чтобы эта выставка вдохновляла их на совершенно необыкновенные творения. На открытии выставки собралось большое количество почетных гостей – художников, ценителей творчества. Приехали представители русского музея и музея Хвалынска, поскольку именно в этом небольшом городе Саратовской области родился Петров-Водкин. Посетила выставку и семья живописца. Эта выставка – это еще одна веха на пути восстановления справедливости исторической, потому что было время, когда фамилия всемирно известного художника, первого председателя Лосха, ветератора, профессора Академии художеств была вычеркнута из памяти. Были длительный период – 30 лет, и пришлось это преодолевать. Выставка Петрова-Водкина в этом году приурочена к 145-летию со дня рождения художника и к 120-летию его первого визита в Самару. Проведение этого мероприятия стало возможным благодаря нацпроекту «Культура», инициированному президентом России. Такая уникальная коллекция этого великого мастера не так часто представляется даже в самых титулованных наших государственных музеях Санкт-Петербурга и Москвы. Поэтому мы сегодня имеем уникальную возможность увидеть ретроспективу творчества Кузьмы Сергеевича. Выставка Петрова-Водкина продлится до 28 января следующего года. Галина Топилина, Константин Головин. События. Продолжение следует...